Ну что, народ, всем доброе утро, мы тут пришли на завтрак, взяли себе том-ям, не поверите, прикиньте, первый раз, наверное, в жизни ем суп на завтрак, это что-то с чем-то вообще. В общем, взяли себе вот такие вот макарошки, всего понемножку, там вот рыбка, мясо, орешки, фрукты, немножко, ну, бананов и там всякие курсанчики. Нам сейчас еще должны принести яичницу, я взял омлетик, решил попробовать, а Кустина, как всегда, Бенедикт, очень вкусный, но сегодня я решил попробовать омлет со всякими допами. В общем, сейчас мы позавтракаем, пойдем в номер, будем собираться. Вот том ямчик мы уже брали как-то на ужин, он как будто бы отличается, не такой, как на завтраке сейчас, но нам очень понравилось. Ну вот он мой омлетик долгожданный, что-то мы в этот раз ждали минут 20 или 30 даже, что-то, видимо, много заказов у них было. И вот Кристинин Бенедикт, тоже очень вкусный. Так, ну все, в общем-то, выпили мы кофеек перед поездкой, упаковали все чемоданы, сейчас будем собираться, выходить и поедем с Пальмы Джумейра на Яндекс.Такси до Дубай-Марины. Там нас ждет отель Миллениум, что-то там, не помню, как он называется, но тоже довольно-таки должен быть хороший. Сейчас мы это как раз-таки и узнаем. Погнали! Прощаемся с данным отелем, все было великолепно, и да, классно, вид просто офигенный. В общем, всем могу рекомендовать данный отель, который называется Андос. Это, кстати, сеть отелей Хаят. Вот, он расположен на Пальме Джумейра. Все, давайте последний раз я вам покажу вид из окна. Значит, у нас кусочек Пальмы, который начинается в самом начале, а здесь уже, можно сказать, начинаются небоскребы, и вот туда дальше они все уходят. Ну все, потрясающий был номер. Закрываем. Так, короче, мы вызвали Яндекс.Такси. Для понимания, смотрите, здесь ниже бизнес-класса ничего нет. То есть, есть вот просто бизнес, бизнес-эксель, премьер, элит, детский, самый быстрый. Вот, и здесь у нас, получается, уже едет за нами таксишка. О, бесплатное ожидание, 3 минуты. Да-да, все, все, идем. Уже иду. Да, все, вот за нами такси приехало, можно заходить. О, на большой машине, это вообще комфортно ехать. Вообще, я бы очень верю, Саница, комфортно. Ну да, да-да, это никакой не Солярис. Самица, комфортно. Самица, комфортно. Так это все у нас выглядит. Так, все, поднялись на свой 20-й этаж. У нас номер 2007. Все, нам привезли, короче, багаж. Плюсом я переключился на широкоугольную камеру, потому что мне кажется, так будет намного интереснее. Значит, начинаем с ванной комнаты. Значит, такая вот у нас есть ванная, есть душевая кабинка, там туалет. Все в мраморе, как и в том отеле. Да, как мы любим. Только вот раковина, кстати, здесь маленькая, не очень удобная. В том номере мне прям понравилось. Много всяких этих средств сразу. Есть белевая нить, чтобы можно было вещи повесить, посушить. Но они тут как бы так сушатся, очень влажно. О, кофемашина есть. Неспрессо. Класс. Не зря мы купили все-таки капсулы. Всякие тут чай какие-то, кофейки. Ну, короче, вот это классно. Кстати, здесь, да, у них, кстати, есть эти капсулы. Но на вид они такие же. Если они будут тоже со вкусом табака, я сразу их в помойку выброшу. Значит, здесь у нас есть холодильник. Холодильники пусто, потому что мы не брали никакой мини-бар. Дальше здесь у нас тоже есть телевизор. И получается, здесь тоже написано, смотри, Велко Монашкин. В каждом отеле у нас это такое приветствие. Скамеечка, чтобы можно было там обувь и дети, что-то еще. Значит, эту часть мы тоже сразу сдвинем, потому что она здесь в ногах мешается. Рабочая зона. Прикольно. Здесь можно всякие заметочки делать. Он сказал, что у нас с красивым видом из окна. Ну вот, все, давай сейчас посмотрим красивый вид. Тут надо такой просто пройти. Так. О, так тут еще и балкон есть. С балконом там? Да. Слушай, так-то платная опция, если что. Так, сейчас подожди, где у нас тут? Где вход на балкон? Нам только что принесли вот такую детскую кроватку, которая, как оказалось, очень хорошей. Намного лучше, чем даже в отеле, который пятизвездочный, потому что там она деревянная, без каких-либо бортиков. А здесь она полностью мягкая. Вот видите, даже если ребенок падает, то он ни об что не ударится здесь. Так, ну и с дверью, короче, на балкон я сначала не разобрался, как открывать, потому что я нажимаю, а она не открывается. Ни вверх, ни вот эту даже щеколду открывал. Тоже персонал спросил, как, собственно, пользоваться. Оказалось, нужно просто было посильнее нажать и от себя сделать. В общем, вот такой здесь у нас вид. Шумно, конечно, но зато здесь можно посидеть вечерком, чай попить, сок попить. И вот такой вот прекрасный вид. Получается, мы здесь на балконе абсолютно одни. Там можно погулять по самой Марине. Ну и с этой стороны тоже красиво. Класс. Ну а сейчас мы, короче, решили сходить погулять по территории нашего отеля. Возможно, дойдем до торгового центра. Знаете, что самое интересное? Здесь номеров на этаже очень много. То есть, если в том отеле у нас было всего лишь 4 номера на этаже, то здесь прям их очень много. Они еще и туда уходят. Прикладывают. Тут также, скорее всего, G. Все, мы вышли с нашего отеля Millennium Place. И вот такой вот у нас, получается, открывается вид на город. А вот так вот выглядит пляж Дубай-Марины. Слева у нас находится море. С таким вот чертовым колесом. Вот. А справа такие вот высотные здания. Сейчас получается у нас закат. Все фоткаются. Очень красиво. Мягкий свет. Ну все, мы пришли в торговый центр Dubai Marina Mall. Будем сейчас ходить, смотреть, что у нас тут есть. У нас, короче, в этом отеле нет ужина. Мы поэтому взяли себе по порции риса с курицей в соусе. И проходим тут мимо и увидим, короче, вот такую вот штуку. Казинаки. Белка, мука. И вот такие вот, короче, такая вот гречка. Ну все, мы вышли с торгового центра. На улице прям вообще как в бане. Такая жара. И пока мы бляли по торговому центру, вот время, прикиньте, 6 часов. А на улице уже вот так вот темно. Ух, какая вечером красота. Вообще обалдеть. Просто весь город сверкает. Шум, конечно, от машин. Такой вот, ну, шум резины. Но зато красиво. Бесконечный поток. Классно вообще. Смотрите, сколько внизу бассейнов. Тут зеленая подсветка, синие подсветка. Тут синие подсветка. Классно. А балкон-то у нас еще такой немаленький. Вот, насколько я ушел. Смотрите. И только здесь конец. Обалдеть. Ну все, друзья, всем привет. Мы пошли на завтрак уже в этом отеле. Ни разу тут не были. Так что сейчас посмотрим, что да как. Так, ну все. Мы вышли с нашего отеля. Поедем сейчас на метро до торгового центра. Время 11 часов утра. На улице ровно 40 градусов. Ужары. Некоторые люди прям с зонтиками ходят. Так что вот так вот. Все, поднялись на платформу. Смотрите, как здесь цивилизованно сделано. То есть получается, есть вот такая вот зона ограждения, чтобы туда никто не выпал. И поезд приезжает, останавливается ровно у этих дверей. Очень-очень удобно и безопасно. Ну вот наш поезд подъехал. И, кстати, обратите внимание, он без водителя. То есть полностью автоматизирован. Ну все, мы находимся в торговом центре Дубай Мол. То, что вы сейчас видите, это как бы только его одна маленькая-маленькая часть. Торговый центр просто нереально большой. Чтобы его обойти весь полностью, ну, мне кажется, наверное, одного дня не хватит. Самый большой торговый центр. Наверное, ну, может быть, не во всем мире, но один из самых больших во всем мире. Это да. Не, ну здесь однозначно Apple Store завоевал себе лучшее место. Вот прикиньте, вот такой вот видон, а здесь магазин. Ну, то есть ты прямо через магазин выходишь, попадаешь вот на такой вот фонтан, грубо говоря. Ну, он пока что выключен, но к вечеру включает. Сейчас, короче, пришли в Джойс Кафе. Взяли себе вот таких три бургера. Картофель фри, два чая. Правда, нас не так поняли. Мы хотели две чашки чая и один чайничек. К нам принесли два чайничка. Вот раз, вот два. Ну, ладно, ничего страшного. В общем, сидим, смотрим на шоу фонтанов вот с таким вот прекрасным видом. Раз. Здание Будж-Халифа и здесь шоу фонтанов. Они сейчас с периодичностью полчаса где-то запускаются. Очень красиво, под музыку, если что, вам покажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так, ну что, народ, завтра у нас, грубо говоря, уже будет вылет. Я пришел, короче, поснимать немножко с блокона таймлапсик. О, смотрите, сколько пыли. У нас здесь нормально, там пыльно. Сегодня последний день. Завтра мы в 7 часов вечера улетаем. Так, до 2 часов мы еще будем в отеле. Выезд как бы в 12, но я попросил, чтобы нас выселили в 2. Ребят, представляете, мне только что от Apple пришла информация, что они готовы заменить мой планшет, не рабочий, на другой. Вы прикиньте, планшет 2021 года, у него уже давно закончилась гарантия, но после того, как я создал, так скажем, спор в Apple о том, что здесь нет моей вины, почему у меня перестал работать планшет, они все это дело согласовали. Но для этого мне пришлось, правда, приехать сюда, в Арабские Эмираты, потому что там, в России, я это сделать не мог. Посетил местный Apple Store, они создали заявку. Плюсом до этого я в чате общался с техподдержкой Apple. Потом я попросил человека из отеля, который стоит на ресепшене, позвонить в Apple и связаться со старшим специалистом, подтвердить всю информацию. То, что я не говорю ни по-арабски, ни по-английски. Он все это сделал. Мне пришлось ему, правда, заплатить небольшую денежку за то, что он, как бы, поработал переводчиком, так сказать. Но мне согласовали обмен. Я уже съездил в прошлый раз в магазин, чтобы мне, как бы, заполнили вот эту заявку. Сказали, пока устройство остается у вас, а мы закажем под вас новое, точно такое же. И ожидайте в течение 7 дней, максимально 7 дней. Так вот, самый прикол, то, что завтра у нас вылет, а сегодня пришла информация о том, что можно забирать устройство. Вот мы как раз сейчас собираемся, одеваемся и прямиком едем до торгового центра Mall of Emirates. Там мы уже были, когда ездили с Пальмы Джумейра на нашем трансфере. Сейчас мы передвигаемся на метро. В принципе, тут тоже ехать минут 20. В общем, я прям вообще очень рад, потому что реально такой, как бы, сервис есть только у Apple. Ни Samsung, ни какой-нибудь Xiaomi, вам никто ничего подобное не сделает. Вы скажете, что, типа, и они ломаются крайне редко. Да нифига подобного. У Xiaomi самый большой процент брака. То есть, если мы берем брендовые вот эти все фирмы, там, типа, Samsung, Apple, Poco, Xiaomi, вот это все можно объединить, то на фоне того, сколько устройств продает Xiaomi, включая свои суббренды, у них процент брака очень большой. Я просто вам говорю, как специалист, который работает в этой сфере и, как бы, ведет некую статистику. На втором месте идет компания Samsung. Да, кто бы что ни говорил, Samsung хорошие телефоны, но хорошие не только флагманские. Все, что ниже серии, там, типа, ашки всякие вот эти, они, ну, как бы, часто подводят. Да, безусловно, у Apple тоже есть брак. Конечно, куда без этого. И такое тоже часто встречается. Но, на фоне того, сколько устройств Apple продает по всему миру, этот брак составляет меньше одного процента. Ну, я бы так сказал. Так что, вот так вот делайте выводы. Но сервис у Apple просто на высшем уровне. Это даже еще было видно, когда они официально присутствовали в России, когда были авторизованные сервисы. У Apple действительно, прям, качество сервиса на высшем уровне. Уже, как по классике, приготовили шоколадку тому, кто нам сделает обмен планшета. Вот такой вот будет комплиментик от Коляна, как всегда. Ну, ты чего мне влазишь, камера? Как по классике. Короче, нам этот торговый центр реально больше понравился, чем Dubai Mall. Там как-то слишком много народу. И плюсом... Ну, как это вот... Атмосфера очень тяжелая. Тут мы бац, зашли спокойненько. Вот уже Apple попался перед нами. Ну, принесли мне, короче, кажется, iPad на замену. Сейчас там что-то заявку заполнят. И круто, у меня новый iPad будет. Так, ну все, дали новый iPad. Весь обмен прошел меньше, чем... Одна минута просто роспись поставил, паспорт проверили, и все. Даже включается. Вынесли в коробочке. Типа мини-распаковка, короче, такая. Все, красота. Так, сейчас сразу, короче, я его настрою. Все, вот он, новенький планшет. Полностью восстановил свою копию. Можно пользоваться. Красота. Вот он, сервис Apple, которого нет нигде. Спустя три года поменяли устройство. Сейчас, короче, мы ходили по торговому центру и зашли в одну кафешку. Взяли себе вот такой вот кофе. Очень выглядит красиво, прям брендированный. А Кристина себе взяла еще вот такой вот десертик. Все, сейчас посидим. Я со своим новым планшетом, наконец-то. Уже так соскучился по нему. Вот, Mark Tamsy что-то тоже играет. Вот, будем сейчас еще снимать покупочки наши. Возвращаемся к себе в отель. И обратно решили, короче, купить билеты на золотой вагон, так скажем. Вот такой вот. Голд Класс. По стоимости выходит где-то в два раза дороже. Но зато, возможно, без кипиша, без всяких людей. Лишня. Какая красота. Первый вагон. Возвращаемся к себе. Возвращаемся к себе. Возвращаемся к себе. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну все, наш отпуск подходит к концу, мы сели в трансфер и сейчас будем ехать до аэропорта Мы сидим, короче, сзади, а за нами есть еще, короче, три места для сидеть какой автомобиль здоровый Вот, ребят, приехали мы в аэропорт на такой вот машине Сейчас будем все наши чемоданы завозить Пришли в бизнес-зал, сейчас будем тут сидеть отдыхать Субтитры создавал DimaTorzok так ну все народ мы пришли пообедать потому что у нас обеда как такого не было только перекусы взялись этот супчик лепешку рис мяско помидорки вот и напитки вот такие кофе лата у кристина у меня макачино пепси саванап там можно взять хоть сколько хочешь короче полный безлимит всего бизнес-зал это конечно еще тема просто здесь сидишь винишко кофе монитор рядом можно отслеживать когда вылет у нас буквально будет через 20 минут на 30 можно так вот тут принципе можно отдохнуть спокойно поесть то что нужно для человека в общем народ хочу вам сказать спасибо большое за то что посмотрели этот год до конца мы сейчас вылетаем через полчаса будет уже наша посадка всем пока пока и